Здравствуйте! В эфире программа «Поговорите с доктором». Меня зовут Дарья Шулик. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире. И вы можете присоединиться к нашей беседе, позвонив по номеру в студии 200-2515. Природа подарила женщине возможность стать матерью, но также и множество связанных с ней опасностей. Это гинекологические заболевания, часть из которых затрагивает главный женский орган – матку. Одно из самых распространенных из них – эндометриоз. О том, что это такое и что ожидать женщине, услышавшей такой диагноз, мы поговорим с врачом-гинекологом высшей категории, кандидатом медицинских наук Ольгой Коган. Здравствуйте, Ольга Михайловна! Здравствуйте! Ольга Михайловна, в начале нашей беседы давайте дадим вот такое некое определение этой болезни, потому что вот готовясь к нашему эфиру, я очень долго сидела на всевозможных форумах, женских форумах. Я так понимаю, что понимания у женщин вот до конца нет. Что же это такое эндометриоз? Такое какое-то аморфное название, которое под собой для обычных обывателей ничего не несет. Что это? Дарья, вы абсолютно правы, потому что, с одной стороны, это заболевание, которое является практически столь же частым, как миомоматки, но миомоматки уже практически никого не пугает. Она на слуху. Миомоматки, кистоечник, ополип – это какие-то знакомые слова. Слова, которые… В названии диагноза уже понятно, что это. В названии диагноза не кроется ничего страшного и незнакомого. Человека пугает незнакомое. В названии слова эндометриоз кроется действительно какое-то словосочетание непонятных букв и слогов. Прежде всего, хочу сказать, что, возможно, некоторая путаница в терминологии. То есть, очень часто мы слышим от пациенток, скажите, пожалуйста, это одно и то же эндометриоз, эндометрий. Скажите, пожалуйста, о гиперплазии эндометрия, мне вычистили эндометриоз и так далее. Вся эта путаница происходит из некоторого такой особенности, возможно, русского языка. Давайте вспомним правило. Есть корень. Вот корень этих всех слов – это эндометр. Эндометр – это внутренняя поверхность матки. И заболевание внутренней поверхности матки, которое сопряжено с воспалительной реакцией, будет эндометрит. И, соответственно, эту болезнь женщины знают, как лечить, потому что они обращаются к врачу и врач назначает антибиотики. Заболевание внутренней поверхности матки, которое сопровождается разрастанием ткани внутри этой полости, то есть внутри матки, будет называться гиперплазия эндометрия. Одной из разновидностей является полипы. И женщины тоже это знают. И их можно вычистить. Ну, таким словом не очень медицинским, не очень профессиональным, но понятным обывателю. А вот эндометриоз – и отсюда возникает путаница. Да, вот тот же корень и совершенно другой суффикс – ос. Это уже заболевание, согласно медицинской терминологии, при котором клетки, напоминающие клетки внутренней поверхности матки, определяются за пределами полости матки. А как они туда попадают? Да, хороший вопрос. На самом деле теорий существует больше 15. Ни одна на сегодняшний день не является основополагающей, единственно принятой. Есть имплантационная, есть генетическая. То есть теорий этих множество. И есть иммунологическая теория, естественно. В общем, теорий генеза, то есть развития этого заболевания много. И это, наверное, не очень хорошо, потому что, когда понятна причина, то мы знаем, как лечить. Здесь мы немножко действуем иначе, да, мы не очень понимаем, почему это возникает. Но мы, в общем-то, уже на сегодняшний день знаем точно, что надо делать. Да, да, вот это важный момент. А чем опасно это заболевание? Ну, прежде всего, я хочу предостеречь от ложных страхов, что эндометриоз – это не знак равенства онкологии. Но, 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 тем не менее, запущенный эндометриоз будет оперировать врачу так же тяжело зачастую, как и онкологический процесс. Потому что эндометриоз, он тоже прорастает, он тоже распространяется на соседние органы и ткани, при этом не являясь таким угрожающим для жизни, как онкология, да. Чем может угрожать эндометриоз, в принципе, да, в женщине? Пожалуй, это три основных группы симптомов. Первый, даже, наверное, четыре, в зависимости от видов. Первое – это боли. Боли различной характеристик, различной степени интенсивности. Они могут по-разному проявляться в разные периоды жизни женщины. Но одна из характерных болей для эндометриоза – это всё-таки цикличность и подвязка её к циклу. К менструальному циклу. К менструальному циклу, да. То есть для врача всегда будет таким некоторым признаком. Всё-таки женщина заболела, если после её особенных дней, да, это, скорее всего, будет связано с каким-то воспалительным процессом. Если женщина, появляются все симптомы и все боли накануне, ищите в направлении эндометриоз. Да, вот такая есть особенность. Значит, боли. Боли могут отдавать в разные органы. Боли могут концентрироваться в одной точке. Боли могут носить мучительный характер. И одна из основных причин пациентки обратиться к врачу – это действительно тяжёлые, мучительные боли. Вплоть до того, что пациентки, которые мучаются и страдают от этих болей по несколько лет, к сожалению, это вот характерно для этих пациенток, причём во всём мире, это пациентки вплоть до того, что они становятся последующим даже пациенткой врача, психоневролога, психотерапевта, потому что вся эта затяжная боль приводит к такому истощению нервной системы. То есть человек устает болеть. Постоянно боль, да. Человек устает болеть, да. Значит, боль. Второе проявление, если мы говорим о таком виде эндометриоза, ну, наверное, поговорим о видах, это эндометриоз матки или аденомиоз. Он чаще будет вызывать такой признак – это нарушение цикла различных кровотечений. Это могут быть регулярные месячные, но в виде обильных потерь. Это могут быть нарушения и нерегулярные кровопотери. Это могут быть очень скудные. То есть любое нарушение вот этой цикличности объёма выделений – это тоже будет характерно для эндометриоза. Для пациенток репродуктивного возраста, к сожалению, эндометриоз очень важен и может грозить нарушением их детородной функции. То есть невозможность забеременеть. Невозможность или, по крайней мере, затруднение при достижении этой цели. То есть, по сути, в общем, мы можем говорить, что до 40% пациенток с эндометриозом страдают бесплодием. И, наконец, ещё одна такая немножко спрятанная причина. Вообще эндометриоз, он, можно сказать, напоминает айсберг. Вот тот айсберг, с которым когда-то столкнулся «Титаник», когда верхушка, она видна, а всё самое большое, оно спрятано внизу в глубине и таит все опасности. То есть из чего, собственно говоря, этот эндометриоз появился? Да, вот все опасности, они скрыты. Вот такой скрытой опасностью может быть в последующем это нарушение функций смежных органов. Эндометриоз до определённого момента может являться бессимптомным, прорастая, проникая за пределы тазовой брюшины в клетчатку. Он может прорастать в стенку кишки, он может окружать мочеточники и так далее. Ну, мы, если заговорим о видах, можно сказать, но вот одной из очень важных осложнений является нарушение функций других органов, помимо органов репродуктивной системы. Я понимаю, в этом его и коварны, что если он проникает бессимптомно и он не диагностирован, он, соответственно, задевает вот эти все органы, о которых вы нам сейчас сказали. Да, и в последующем это уже тогда будет являться более тяжёлой стадией запущенного заболевания и будет более тяжело, его будет более тяжело устранить, но, в принципе, естественно, всё это устранимо. Но, в общем, здесь, как и в любом другом заболевании, очень важна рана диагностика. И вот не могу не сказать, что когда существует такое понимание, оно было и в советские времена, и осталось на постсоветском и в российском пространстве, как важна профилактика. Вот, к сожалению, на сегодняшний момент все эксперты в мире, занимающиеся диагностикой, лечением, изучением проблемы эндометриоза, признали, что сейчас учёные работают над разработкой таких предикторов, предвестников, генетических маркеров, которые могут предсказать склонность пациентки к развитию риски её, генетические риски по развитию этого заболевания. Но на сегодняшний момент они не изучены. Их нет в арсенале практикующего врача. То есть профилактировать эндометриоз мы не умеем. Но абсолютно чётко, абсолютно чётко мы можем говорить о том, что мы, поставив один раз пациентке диагноз эндометриоза, если мы смогли правильно с ней поговорить, если мы смогли правильно подобрать ей лечение, которое всегда будет комплексным и состоять из двух этапов, это должна быть всегда операция и всегда медикаментозная терапия, всегда, не бывает одного без другого, не будет эффективно, то мы должны сделать максимум, чтобы это лечение было эффективным и у неё не возникло рецидива заболевания. То есть мы не научились профилактировать первый эпизод, это факт на сегодняшний день во всём мире, но мы чётко знаем, что мы должны сделать максимум, чтобы предотвратить второй эпизод, рецидив этого заболевания. Ольга Михайловна, ну, школь, вы коснулись темы диагностики, как диагностируется эндометриоз, и сразу ли при обращении к врачу можно его диагностировать, например, когда нет симптомов, насколько легко он диагностируется? Ну, как я уже говорила, он напоминает айсберг, поэтому, конечно, он не так прост в диагностике, как, например, такие объёмные заболевания, как миомоматки или жидкостное образование кистоичника, да. Что такое кистоичник? А любая женщина понимает, да, что представь себе воздушный шарик детский, и наполни его жидкостью, это будет киста. То есть это будет полостное образование, имеющее плотную капсулу. Конечно, она будет видна хорошо даже на простом ультразвуке. Будет ли он трансабдоминальный, вагинальный, будет ли это МРТ, это хорошо видно. И дальше задача врача определить вид этой кисты, да. То же самое миомоматки. Это плотное, объёмное, узловое образование, да, опухоль, имеющая размер. С эндометриозом немножко другая история. Вот, поэтому диагностируется он сложно, и, к сожалению, статистика, опять-таки я привожу вам данные европейской статистики, по данным Международного консенсуса по эндометриозу, только восьмой визит к гинекологу в странах цивилизованной Европы сопровождается правильным установлением диагноза эндометриоза. Восьмой. Восьмой. То есть, внимание, пациентка семь раз посещает врача до того, как ей поставят верный диагноз, да. С чем это связано? Безусловно, не только с тем, что врачи не думают о том, что пациентку ждёт. Это действительно зачастую связано с вот такой способностью мимикрировать под другие заболевания, да, эндометриоза. Это ещё, наверное, его какая-то такая способность быть долгое время действительно спрятанным, и зачастую он не выявляется простыми такими рутинными методами диагностики, как, например, ультразвуковое исследование. При УЗИ можно увидеть такой только вид эндометриоза, как шоколадную кисту яичника. Вот это одно из первых видов эндометриоза. Было описано ещё в 1860 году. Иван Ракетанский, собственно, тогда он придумал это название. Киста яичника, которая при вскрытии, из неё вытекает такая густая жидкость, напоминающая шоколад. Хороший термин к такому грустному заболеванию. Ну вот такая киста, да, она хорошо диагностируется по УЗИ. И только через 100 лет вот это был придуман термин эндометриоз, то есть в 1892 году. И в 994-м есть такой хирург, бельгиец Филипп Кёнигс, вот он предложил даже эти два заболевания разнести по группам. То есть когда есть только субстрат, но нет симптомов, он предложил, давайте называть это эндометриозом, а вот когда уже появляются симптомы, назовём эндометриозной болезнью. Это вот уже как бы тоже для пациента важно. У него может быть эндометриоз, не имеющий симптомов, важно его поставить и наблюдаться, и не обязательно его лечить, потому что зачастую операция не беспокоит, не нарушает функции смежных органов. И доктор наблюдает, и очаг не увеличивается в размере. И совершенно другая история, когда появляется уже симптоматика. Мы говорили боли, нарушение цикла, бесплодие, нарушение функции смежных органов. Это уже эндометриозная болезнь. Какие виды диагностики? На самом деле они все есть в наших учреждениях. Это, конечно, ультразвук. Начинать надо с визита к врачу. То есть, безусловно, и это первоопределяющим не может пациентка ни на каких форумах, ни на каких, не почитав никакой блог, никакого врача, ни соседка, ни даже пациентка, которая подругой пролечилась, сказав, давай попробуем так. Нет, визит к врачу. Потому что врач, правильно собрав жалобы, может подумать, о каком виде эндометриоза может идти речь и назначить специфические какие-то исследования. Ну, это всегда будет ультразвук. Это всегда будут онкомаркеры, кровь на такие анализы. Это почти всегда, к сожалению, будет такой сложный метод, как магнитная резонансная томография, да, МРТ. Вот. Ну, вот обязательно. И, конечно, это будет эндоскопия. Это будет эндоскопический осмотр матки гистероскопия, которая может выполняться как с анестезией, так без анестезии. Это процедура одного дня в любом случае, если мы хотим определить эндометриоз всё-таки в матке аденомиоз. И, конечно, уже золотым стандартом как диагностики, так и лечения является лапароскопия. Это уже операция. Да, это уже операция. Ольга Михайловна мне подсказывает, у нас есть звонок. К нам дозвонилась Ольга из посёлка Тополёва. Здравствуйте, задавайте Ваш вопрос. Здравствуйте, доктор, ведущая. Скажите, пожалуйста, вот такой вот мне несколько лет назад ставили миому матки. Ну, в конце получилась боли были, и всё, получилась операция в Ростове, где мне через 4 часа удалили полностью всё. Потом мне сказали, что это эндометриоз у меня. Ну, вот вы знаете, меня беспокоит единственное, мне вот 58 лет, и единственное, меня беспокоит, что мне, когда я вышла после операции, сказали не применять гормональное. Нельзя мне вообще ни витамины, ни гормональные. Ну, вы знаете, у меня порой такие вот срывы, вы сами понимаете, идут. А что мне делать? Вот что теперь? Как? Как вас зовут? Ольга, да? Ольга. Да, да, да. Ну, вот видите, мы с вами тёзки, да? Ольга, значит, на самом деле, очень хороший вопрос вы задали. То, о чём мы должны были бы поговорить. Ситуация какая? Во-первых, для того, чтобы понять всё-таки, что вам сделали, но вероятнее всего, вам выполнили операцию, при которой были удалены матка с придатками, видимо. То есть, потому что органами, которые выделяют женские гормоны, являются, конечно, не матка, а являются яичники. Когда вам говорили о том, что вам нельзя применять гормоны, мне сложно сказать, возможно, было некоторое недопонимание, потому что после операции органно-уносящей, при которой женщине выполняется операция удаления матки яичников, при установленном диагнозе эндометриоз нет никаких противопоказаний для последующей назначения гормональной заместительной терапии в менопаузе, той, которая вам нужна. Судя по всему, вы мучаетесь, от климактерических проявлений. И вам не запрещена, а наоборот рекомендована терапия гормональная, которая поможет справиться с этим заболеванием, с этими неприятными симптомами, скорее так. То есть эндометриоз не является противопоказанием для назначения терапии, которая необходима после удаления яичников. Вот так. Я ответила на ваш вопрос? Да, спасибо, Ольга Михайловна. Подскажите, пожалуйста, а кто находится в группе риска, кто наиболее подвержен этому заболеванию? Сложный вопрос. Нет, не сложный. Он, наоборот, очень простой, но в то же время пугающий. Когда я училась в институте, нам говорили, что это болезнь цивилизации. Потом нам говорили, что это болезнь менструирующих женщин. А потом нам говорили, что в основном это болезнь, которая поражает женщин, перенесших несколько абортов или любых хирургических вмешательств на матке. На сегодняшний момент это патология, поражающая от 45 до 63 процентов всего женского населения. А еще про возрастную категорию? Возрастная группа. Чаще, конечно, это детородный возраст, то есть 20-45. Но на сегодняшний день эндометриоз диагностируется у девочек не то что до начала половой жизни, а даже до начала первой менструации, в 9 и 10 лет. Это обнаруживается объемное образование, которое оказывается эндометриомами, их оперируют. На сегодняшний момент обнаруживается тяжелый ретроцервикальный эндометриоз, который прорастает в прямую кишку у пациентов в глубокой постменопаузе. Нам приходилось оперировать таких женщин, это было очень интересно. Мы делали операцию по поводу другой патологии, одновременно обнаруживали этот инфильтрат, предполагали, что возможно опухолевый процесс. Один из вариантов думали, что это эндометриоз. Действительно выполняли операцию по тому заболеванию, с которым женщина обращалась в клинику. Дополнительно удаляли вот этот ретроцервикальный большой узел. И женщина в глубокой постменопаузе говорила, боже мой, а мне что только не лечили. И травму копчика, и остеохондроз, и так далее. То есть, понимаете, и в постменопаузе он бывает. Но чаще, конечно, это он поражает самую такую активную группу в отношении детородного возраста. И, в общем, он чаще поражает, как это ни странно, это болезнь социально успешных и много работающих женщин. Если говорить о видах эндометриоза, немного ранее мы затронули эту тему, все-таки какие виды существуют? Есть много принятых в медицинской литературе и в ежедневной работе классификации эндометриоза. Но по большому счету он делится на генитальный и экстрагенитальный. Можно понять по названию. То есть эндометриоз, поражающий половые органы женщины. Это матка, яичники, трубы, вагина. И это, как ни странно, эндометриоз, как можно понять по названию, экстрагенитальный. То есть он поражает органы за пределами детородных органов. То есть эндометриоз пупка, эндометриоз рубца, например, после кесарево сечения, эндометриоз легких, эндометриоз плевры, эндометриоз глаза, эндометриоз любого органа. Потому что на самом деле вот эти клетки, идентичные эндометрию, то есть слезистой матке, они обладают настолько активной приживляемостью, не являясь онкологическими, что они, прижившись в любой другой системе, в любой другой ткани, они имплантируются туда и начинают там развиваться. Это вот одна классификация, да, вот как бы эндометриоз половых органов и за пределами. А внутри, значит, соответственно, развивается эндометриоз внутренний, то есть эндометриоз матки, когда он поражает мышцу матки, судя по всему, то, что было у той нашей пациентки, которая звонила, да, и может перепутать, так сказать, с миомой матки ее можно перепутать, но если не выполнить ряд обследований, конечно, до операции. И эндометриоз, который поражает, как я уже говорила, яичники, это большие эндометриодные кисты, гигантские могут быть, это эндометриоз маточных труб, одна из причин бесплодия, но не только такая простая, эндометриоз тазовой брюшины, связочного аппарата, это все будет тоже эндометриоз, эндометриоз шейки матки, вот такие виды. И он может быть разной формой в отношении, он может быть кистозной формой, это та жидкостная структура, да, помните, жидкость в капсуле, и может носить более такой тяжелый рубцово-инфильтративный характер, то есть напоминать опухоль, путать врачей. Давайте поговорим теперь о лечении. Вы в самом начале говорили, что лечение – это всегда консервативная плюс операция. Это обязательная схема, то есть без операции вылечить эндометриоз невозможно, я правильно понимаю? Если мы говорим о всех видах эндометриоза за исключением внутреннего эндометриоза матки, аденомиоз, да. Почему? Это немножко вообще отдельное заболевание, вот действительно отдельное заболевание, потому что какого бы количества разнообразных операций при аденомиозе не было придумано, и специалисты не работали над этим, и мы можем подтвердить это с точку зрения, тоже выполняя все эти виды операции в нашей клинике, это очень сложная, очень травматичная операция, к сожалению, эндометриоз матки или аденомиоз нельзя так прооперировать с сохранением органа, с сохранением органа, как можно сделать с миомой матки, миомой матки можно вылущить, она имеет границы, это опухоль, имеющая границы, аденомиоз поражает всю мышцу матки, он ее изъедает, как, она становится похоже на муравейник, и вырезать практически не представляется возможности, поэтому в данном варианте мы, если говорим об операции, то наоборот, это уже операция отчаяния, когда мы лечили пациентку с аденомиозом, не смогли ей помочь медикаментозной терапией, и уже окончательным вариантом всегда остаются в нашем арсенале эта операция, но это операция, при которой происходит операция удаления матки. Удаление матки. Если мы говорим о других видах эндометриоза, то они должны носить максимально органосохраняющий характер. Будь это эндометриоз, опять же, повторяюсь, яичников, маточных труб и так далее, это операции точно так же будут относиться к экстрагенитальному эндометриозу, опять же, все другие локализации, но на сегодняшний момент точно известно, что никакая операция самая радикальная не будет эффективна без последующей уже медикаментозной терапии. Вот что важно. Надо понять, и наша задача, когда пациентка приходит к нам, ну, в моей клинике, в нашей клинике, я имею в виду, мы действуем все таким образом, что мы стараемся максимально убедить пациентку и объясните, что эндометриоз это хроническое заболевание. Все пациенты понимают, что если им поставили диагноз сахарного диабета, ну, вряд ли они от него вылечатся, да, и они, приняв этот факт, они не уходят от врача. У них нет этого ложного понимания, а, все, я выбрал себе дозу, у меня все хорошо, а потом я забыл, да, и совершенно другая история происходит с эндометриозом. Пациентки сделали операцию самую качественную, сейчас принят уже развит, так сказать, медицинский туризм, пациенты могут жить в одном городе, выполнять операцию в другом городе, по платным услугам или по каким-то межтекториальным, по полю суда обязательного страхования, но она уехала к себе и недопоняла, что эндометриоз является хроническим заболеванием, которым надо заниматься всю последующую жизнь. вот это важный момент. Лечение, вот вы говорили о медикаментозном, это гормональная, правильно, панинотерапия? Да, вы абсолютно правы. Надо сломать этот миф, ментальный миф в головах наших пациентов, в головах наших женщин. Надо понять, что если пациентка, если человек заболел простудой, это будет бактериальное заболевание, да, вероятнее всего, и можно попытаться его лечить антибиотиками, да, если он сам не выздоровел. Если это вирусная патология, мы можем обратиться к врачу, и врач назначит противовирусный препарат, правда? Потому что, если он заболел от вирусов, можно лечить противовирусным. Но если пациентка больна дисгормональным заболеванием, то лечить его надо, соответственно, гормонами. Их надо не бояться. Это гормоны те, которые подбирают врач. Мы в нашей стране пользуемся классификациями, которыми пользуются гинекологи во всем мире. Вот это все препараты прошли, все правильные клинические исследования, доказали свою, самое главное на сегодняшний день эффективность и безопасность, да, то есть такие два основных критерия, когда баланс между максимальной эффективностью и максимальной безопасностью, да. Их не надо бояться, надо доверять врачу. Есть интернет, можно прочитать точку зрения, но это действительно должна быть гормональная терапия. В случае, если, например, пациентке нельзя принимать гормональные препараты, например, тромбоз, предрасположенность к тромбозу, как в таком случае быть? Вы действительно поработали над проблемой, но я сразу скажу, что тромбоз и любые все состояния, связанные с патологией свертывающей системой крови и опасны вот именно повышенным риском тромбообразования, они являются противопоказаниями для таких препаратов гормональных, которые содержат эстрогены. Это гормоны молодости. Это вот те препараты, которые надо назначить той пациентке, которая нам звонила. Да, а если мы говорим о терапии эндометриоза, это терапия в основном прогестероном и другими препаратами, это гормон защиты. Он не противопоказан при риске тромбоза. Ульга Михайловна, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас, что сегодня пришли к нам в студию и помогли разобраться в этой проблеме. Спасибо вам. Надеюсь, что правда помогла. Спасибо. Спасибо. Это была программа «Поговорите с доктором». Я, Дарья Шулик, желаю вам удачи в делах и напоминаю, что с 5 февраля наша программа будет выходить по вторникам в 19.30. До встречи на телеканале ДОН-24. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин